Как только карантинные меры в регионе стали менее жесткими, на остров потянулись первые туристы. Представитель принимающей стороны Татьяна Солченкова ждет семью из Сыктывкара. Владимир Скрипов с сыновьями из тех, кому не нужен берег турецкий. Черное море Краснодарского края тоже уже не привлекает. Хочется чего-то более экстремального. Край земли, конец света, все, Россия заканчивается здесь, надо посмотреть. Любим путешествовать. В Крыму-то мы не были ни разу, а в Анапе мы были многократно, там тепло, там хорошо, но надо посетить и другие регионы, страны наши. На Сахалине компания Скрипов и сыновья пробудет четыре дня. За это время путешественники посмотрят природные достопримечательности, к которым можно добраться по суше. У них будет мыс Птичьи, мыс Великан, потом такой маршрут достаточно объемный, сложный, это Бухта Тихая, грязевой вулкан Магунтан или Пугачевский, водопад Клоковский. Ну и соответственно любимое место силы это останется лягушка. Младший сын Владимира Скрипова Степан гордится, что его взяли в такое далекое путешествие. Детская фантазия уже нарисовала перед юным сыктывкарцем картину бескрайних водных просторов. Море. Море не видел никогда? Я видел, но пиратское не видел. Пока в островной регион без изоляции можно приехать только через официального туроператора. При наличии справок с отрицательным результатом теста на коронавирус. Для этого нужно заранее договориться с представителями местных компаний. Для них мы делаем пропуска электронные. Они соответственно со своей стороны сдают тест на отрицательный результат ковид. Из-за пандемии коронавируса туристическая индустрия Сахалинской области оказалась в сложной ситуации. Компании терпят большие убытки. Сейчас с ослаблением режима изоляции дела обещают постепенно пойти в гору. Представители туроператоров надеются, что в ближайшем будущем произойдет всплеск притока гостей из других регионов, поскольку заграничный отдых россиянам пока недоступен. Евгений Гоньков, Сергей Салихов. Телекомпания ОТВ.